добрый день уважаемые коллеги как хорошо меня слышно и видно поставьте пожалуйста плюсик чат если слышите и видите меня хорошо прекрасно ну что ж коллеги тогда начнем наш вебинар второй вебинар из цикла понимания текста как медиа первый вебинар напомню прошел 13 января был посвящен электронной типографики и его запись если кому интересно можно найти на нашем видеоканале ссылку на наш видеоканал можете посмотреть самом начале сегодняшнего нашего чата ее там воспроизвел для тех кто первый раз меня видит меня зовут калиников павел юрьевич я руководитель учебно-методического центра компании директ медиа прежде чем приступить к нашему сегодняшнему вебинару я как всегда сделаю несколько вводных слов первое сообщение касается материалов нашего сегодняшнего вебинара их как всегда можно скачать в окошечке ресурсы если кто не знает окошко ресурсы если оно не включено у вас оно должно находиться у вас справа от презентации если его в настоящий момент нет смотрите примерно в этом направлении там есть кнопочки в виде поднятой руки смайлика и третья кнопочка это открытая папка вот когда нажимаете на эту кнопку то то появляется то исчезает окошко ресурсы вот и в этом окошке вы можете найти две ссылки которые я повторил в начале нашего чата и презентацию который вы можете скачать и использовать со ссылкой на меня в любом месте где он забыл бы расстудиться для того чтобы скачать презентацию надо нажать на иконку с изображением дискетки не на самом не на само название а именно на иконку вот в этом отличие часто люди путают и не получается скачать так ну из вводных слов все да еще я хочу вам представить вебинары нашего цикла от компании директ медиа которые пройдут на следующей неделе два первых вебинара все не буду представлять первый из них проведет константин николаевич костюк генеральный директор компании директ медиа будет называться этот вебинар вот так вот инновации в образовательном процессе школы с помощью электронных библиотечных систем и и зарегистрироваться на этот вебинар можно по вот этой вот ссылке ну и второй вебинар константин костюк проведет вместе с юрием чеховичем руководителем компании антиплагиат и этот вебинар будет посвящен интеграции фбс и сервисов проверки на плагиат вот название а вот ссылочка на регистрацию и так ну с анонсами все давайте приступим собственно к нашей сегодняшней теме напомню два наших первых слайда которые были и на прошлой и на прошлом вебинаре тоже о чем собственно эта тема ну кто не может быть немного в курсе тема конечно имеет такое немножко наглое название да она апеллирует к известному труду маклюи на понимание медиа ну не зря это сделано у меня конечно в наших в этих двух вебинарах немного иной анализ и даже не столько анализ сколько такая практическая рекомендация по использованию различных приемов в для работы с текстом которые позволяют немножко выйти за рамки традиционных представлений о тексте как таковом чем-то таком простом медиа который всем понятен понятно как его использовать вот все мы работаем с вардом и больше нам ничего не надо вот я как раз в этих двух вебинарах попытался и сегодня буду продолжать пытаться рассказать вам о текстах в несколько иных ипостасях ну или в привычной ипостася но с точки зрения инструментария буду пытаться для каждого своего тезиса давать вам ссылку на какой-то инструмент который можно бесплатно использовать как правило бесплатно использовать даже не скачивая какое-то программное обеспечение таким образом я пытаюсь не столько попытаюсь вам сегодня не столько так сказать философски представить текст как некая интегральная медиа одна из самых важных медий в учебной работе но и инструментально дать вам средства для того чтобы вот эти вот качества текста воплощать в жизнь ну вот давайте я так вкратце прочту хотя я всем говорю что нельзя читать тексты с со слайда ну вот сейчас попытаюсь так воспроизвести не читая да какие вопросы в нашей теме рассматриваются как использовать текст в обучении уйдя от скучных курсов инструкций ну наверное все понимают о чем идет речь да очень много электронных учебных курсов созданы примерно как переложение учебника слегка сокращенное а то даже и не сокращенное а просто вот учебник положенный на электронную форму как структурировать учебный текст чтобы он мотивировал к учебе а не убивал желание учиться как оформлять текст чтобы у слушателей не возникло желание покинуть ваш курс следующая тема следующий вопрос как раз был на прошлом занятии рассмотрен что такое электронная типографика как ее использовать в своих интересах следующий вопрос как интегрировать текст с другими медиа это в основном сегодня будет у нас какие дополнительные учебные смыслы можно передать через форму текста и какова роль текста в современном контекстном строительстве ну что ж да я совсем забыл вам сказать что начиная с нашего сегодняшнего вебинара мы уже регулярно будем практиковать выдачу бесплатную разумеется выдачу электронных сертификатов всем кто пришел на наш вебинар просто на ваш электронный адрес придет вот примерно вот такой вот сертификат к этому приложили руку я и Юрий Николаевич Белоножкин спасибо ему большое за организацию вот этой вот электронной рассылки да хочу сказать что кто хочет получить такой сертификат чтобы он был корректным вам надо зарегистрироваться под своим действительным фамилия и имя отчество без пробелов то есть все иначе вот ровно так как вы зарегистрировались на вебинаре вот так же и в сертификате это и будет прописано если неправильно зарегистрировались или там кратко дали свою фамилию то соответственно так вот и будет сертификат его потом трудно вам будет использовать как то ну хорошо это мы немножко отвлеклись на приятные стороны наших вебинаров ну а давайте теперь пойдем дальше итак первую тему мы рассмотрели уже на прошлом вебинаре давайте теперь перейдем ко втором ко второй нашей под теме ну бумага сертификат придет в PDF формате в цветной его можно просто распечатать на цветном принтере ну а то что там в виде фоксимиле это будет ну я думаю в большинстве случаев это достаточно приемлемо потому что много сейчас к сожалению рассылка бумажных сертификатов это достаточно дорогое удовольствие и с точки зрения трудозатрат и с точки зрения почты России и с точки зрения логистики надо у вас выспрашивать ваш адрес и так далее в общем достаточно неприятное дело на которое надо сажать отдельного сотрудника а вот так это можно сделать достаточно просто и автоматически вот ну что ладно сертификаты это не тема все-таки нашего сегодняшнего хотя можно было бы и так рассмотреть потому что это тоже форма существования текста да первое это содержание сегодня да я специально этот пункт поставил вторым после типографики потому что ну вот если бы я его первым поставил так бы мы пошли по знакомой стезе вот сначала содержание потом формы и так далее вот все-таки в контексте новых медиа содержание это важная но не единственная функция текста поэтому уделим ему сегодня определенное внимание но не будем погружаться в это очень глубоко первое что надо знать о содержании текста это то что этот текст должен должен быть откорректирован и отредактирован любой ваш учебный текст который выходит за рамки служебной переписки носит характер публикации электронный учебный контент это хотите вы или нет это публикация потому что он открыт условно да для неопределенного круга лиц он требует корректуры и редактуры я понимаю что на самом деле реальная корректура и редактура вот правильная профессиональная она опять же упирается в наличие ресурсов наличие бюджетов и так далее но по крайней мере некоторые меры вы можете принять самая простая мера это ну во первых провести самоанализ прочесть то что вы написали многие этого даже не делают еще раз посмотреть переставить может быть какие-то слова увидеть какие-то ошибки второй важный момент дайте почитать кому-нибудь кого вы кому-нибудь из ваших коллег пусть он не профессиональный редактор и не профессиональный корректор я вас уверяю вот как в том числе как автор электронного учебного контента что человек как автор за собой очень многих ошибок не видит глаз просто замыливается и автор ну он просто физически не может быть одновременно редактором своего текста он может быть редактором чужого текста а вот редактором своего текста эффективным он быть не может вот поэтому даже если вы просто дадите текст почитать кому-то ну вашему коллеге лучше всего как тому кто этот текст может понять хотя бы то это уже будет хорошо и это послужит на увеличение качества улучшение качества вашего вашего текста ну а теперь давайте перейдем к нашей любимой теме к инструментарию который я вам советую использовать первый инструмент который я вам советую использовать это вот этот вот сервис главред от слова главный редактор вы знаете коллеги я не буду в чате повторять вот эти вот все ссылочки просто потому что сейчас не имеет смысл параллельно смотреть вы не успеете это сделать всем рекомендую скачать презентацию и уже из презентации эти ссылочки использовать вот сервис очень классный ну во первых это сервис бесплатный и не требует скачивания программного обеспечения на свой компьютер все можно сделать прямо в браузере помещаете свой текст ну наверное не весь огромный текст если вы там что-то большое написали где-нибудь постранично может быть чуть побольше в этот сервис и он при помощи вот своего такого ну не назову это конечно искусственным интеллектом но такой достаточно продвинутого алгоритма все-таки во-первых выставляет вам некий балл вот здесь вот который говорит о читабельности вашего текста о том насколько вы правильно употребляете русский язык с редакторской точки зрения насколько много там слов-паразитов или тех слов которые можно вообще не писать а просто сократить текст упростить текст убрать лишние предложения лишние там сложность в предложениях более того он внизу еще и пишет вам краткий список своих претензий вот и щелка это все кликабельные вещи щелкая на любой из них вы попадаете вот там например использование газетных штампов использование слов-паразитов и так далее и можете вот каждый из них подкорректировать соответственно когда вы это корректируете то вот этот балл ваш повышается ну и догонять до десятки это конечно уже наверное стоит только тогда когда у вас продающий текст там из двух трех предложений а когда у вас длинный текст то догнать до семь с половиной восемь это вот достаточно чтобы улучшить свой текст значительно по сравнению вот со средним стилем среднего автора учебного контента я вас уверяю что средний стиль тянет где-то на пятерку шестерку вот а как только вы повышаете вот на балл два или три соответственно ваш текст становится лучше а что значит лучше применительно к нам к авторам учебного контента это значит его результативность учебная повышается потому что как только текст становится удобнее читать то и его становится удобнее понимать да в нашем смысле это не просто качество вот например для маркетолога это совсем иное это продаваемость то есть насколько текст хорошо продает а для нас это совсем другое насколько текст хорошо обучает так вот чем выше условно говоря чем выше наш балл здесь тем выше потенциальный балл наших студентов которые этот текст будут читать ну специализированный текст ну смотря на сколько специализированный особенно конечно если с формулами то там могут быть проблемы да ну у нас есть разные виды специализированных текстов например по ряду по гуманитарным дисциплинам на мой взгляд результат достаточно хороший вот ну и потом вы всегда можете понять где алгоритм лажает да то есть где он просто не про то начинает вам говорить то же самое мы привыкли и в варде когда он пытается как ошибку что то что такое обозначить что то такое что он не понимает ну да такое конечно есть все таки тут такой искусственный интеллект достаточно низкого уровня не это не уровня профессионального редактора но тем не менее зато вы получаете доступ ну те кто пишут технический текст они точно так же употребляют слова паразиты газетные штампы и так далее то есть технически технари не лучше пишут тексты чем гуманитарии может быть даже и хуже так что какое то количество ошибок будет найдено и там другое дело что что то что не является ошибкой может быть воспринято как ошибка но это уже другой другой разговор следующий сервис который вам очень советую это оценка читабельности тут речь идет немножко о другом аспекте читабельности текста о том насколько он сложен для восприятия и здесь идет подсчет по некоторым метрикам и в конце концов вам выдается информация о том насколько высок должен быть интеллектуальный и образовательный уровень тех людей которые этот текст читают ну вот мой любимый пример совершенно неполикорректный но зато на нем мы будем реально хорошо посмотреть как писать тексты для аудитории чтобы они доходили прямо вот прямо в мозг что говорится текст это известный известные с и или иеринбурга сорок второго года называется убей немца по нашим нынешним масштабам текст абсолютно неполикорректный в то время это все было оправдано потому что ситуация такая была понятна но я сейчас не об этом хочу сказать могу сказать о том что перед человеком стояла функция донести определенную мысль до людей иногда даже не имеющих школьного образования нормального и он эту функцию выполнен и этот текст выполняет эту функцию не только потому что там использованы яркие образы но и потому что он структурно построен так что он понятный вот и вот вот этот вот сервис он дает оценку я вам честно скажу он сначала просто сломался потому что он таких простых текстов не может понимать мне пришлось там сделать небольшое дополнение к нему одно пятисложное слово добавить и тогда он понял наконец вот уровень читабельности ну это некая метрика там вы посмотрите потом рассчитан на аудиторию первого третьего класса возраст 6-8 лет несмотря на то что о достаточно сложных вещах говорит ну я вам хочу сказать что я в свое время провел эксперименты с разными текстами с текстами Толстого, Достоевского, Чехова и выяснил что даже о очень сложных вещах и даже те тексты которые мы склонны воспринимать как достаточно сложные в смысловом смысле сложные о сложных вещах говорят с точки зрения структуры текста наши классики умели писать достаточно доходчиво то есть вот все эти тексты из войны и мира вот из Достоевского не помню откуда я брал уже считается например что Достоевского трудно читать на самом деле все эти тексты рассчитаны примерно на 5-6 класс школы вот на 10-12 лет вот в то же время если вы поместите туда среднеучебный текст наш который вот из под нашего пера выходит вы вряд ли получите возраст ниже десятиклассника одиннадцатиклассника это говорит о том что чисто структурно мы не можем писать так как наши классики а должны должны пытаться вот ну вот еще раз хочу сказать что не пробовал этот сервис опять же на каких-то специализированных технических текстах но зато пробовал на юридических текстах а юридические тексты вообще кошмарны по своей природе но это к сожалению их профессиональная деформация уже нормальный юридический текст он требует уровня высшей школы и соответственно где-то в районе выпускника вуза вот это не очень хорошо с одной стороны но с другой стороны вот тут в данном случае конечно приходится идти это это некоторое исключение вот ну и патентные тексты конечно тоже примерно такие же но мы свои свой учебный контент не должны создавать таким так ну наверное с этим сервисом хватит все все с этой частью давайте завершим потому что по этому поводу можно много говорить но немножко это все таки не только об этом хотелось бы сказать пару слов о структуре текста тоже достаточно такая вещь на о которой долго можно говорить но сегодня вот вкратце о нескольких только вещах поговорим ну во первых о важности названия имеется в виду не только название нашего электронного учебного курса или вообще электронного учебного контента какой-то части да но и касается заголовка любого уровня заголовок это вообще важная очень вещь и не надо в нем писать длинные путана заголовок должен быть как правило коротким и исчерпывающим это противоречивые требования конечно но над заголовками надо серьезно думать и вообще нам надо вот когда мы говорим о тексте как о медиа нам надо посматривать на наших коллег из других областей из журналистики из маркетинга там наработан достаточно большой инструментарий не весь он для нас подходит но кое-что для нас очень важно и мы можем оттуда заимствовать вот построение заголовков конечно я не имею в виду вот современный стиль заголовков который который заменяет саму новость вместо того чтобы ее заглавливать у нас другая цель но тем не менее вот можно многое оттуда почерпнуть ну например такой момент что хороший заголовок не должен быть длиннее 5 5 6 слов там ну и некоторые другие вещи тут к сожалению никакого сервиса или программы нельзя указать это чисто такая апелляция к тому чтобы подумать прежде чем над каждым заголовком нужно думать дольше чем над текстом над каким-то иным элементом текста это очень важные части текста и пожалуйста это соблюдайте ну следующий момент это структура учебного материала как таковая ну структура единиц например структура темы вот тут тоже очень полезно использовать такой прием из журналистики который называется обратная пирамида в журналистике это примерно так звучит да самое главное это заголовок далее за ним идет под заголовок и вступление как говорят журналисты да дальше идет основной текст и в конце идет заключение между основным текстом и заключением может быть еще один достаточно большой кусок который называется контекстная информация которая непосредственно не связана с ну точнее так связана не напрямую связана с тем что говорится в теме но вводит некоторый понятийный контекст который тоже очень важен почему это обратная пирамида потому что происходит как бы некоторая смена последовательность то есть не мы мы не с места в карьер на чего начинаем говорить о важном да а мы предваряем сначала вот тот самый заголовок о котором речь шла на предыдущем слайде потом в лиде мы даем основные тезисы нашего текста при оформлении это может выделяться как-то иным шрифтом или ну как правило как подзаголовочный шрифт шрифт какой-то для чего это делается для того чтобы сразу человек мог прочитать основные мысли того о чем потом будет на 3-4-5 страницах говорится вот потом собственно основной текст у основного текста тоже может быть некоторая структура чуть попозже этого коснемся только после основного текста идет контекстная информация не сразу ее смешивать с основным текстом ну и если надо заключение тоже вот это вот достаточно полезная структура для учебных материалов что касается структуры основного текста тут тоже можно проставлять некоторые как это сказать такие вещи за которые цепляет цепляется глаз да то есть такие реперные точки с тем чтобы человек например прочитал сначала ну опять же это все взято из журналистики если человек сначала прочел хороший заголовок потом прочел под заголовок или лид из на абзац потом он прошелся по тексту и прочитал тезисы врезки тезис врезка почему их прочитал потому что именно за них зацепился взгляд тезис врезка как правило выделяется в верстке очень сильно и именно потому что он выделяется в верстке и вот за него так глаз и цепляется таких вот врезок может быть 4-5 в теме и в них дается главные тезисы главные тезисы которые по верстке привязаны примерно к тому месту где они и объясняются и вот уже пройдясь сначала вот так вот очень быстро по всей теме человек уже примерно в курсе того о чем говорится и он может подробнее читать причем иногда подробнее читать не в том направлении как вы думаете сверху вниз а от самого интересного тезиса к менее для него интересному вот так построен человек что он не хочет он всегда хочет минимизировать свои усилия вот и если ему становится непонятно он возвращается вперед читает уже то что ему важно а вот с точки зрения методики это тоже важно потому что когда человек чем-то заинтересовался и не понимает этого ему уже проще откатиться к тому что ему не так вроде важно казалось в начале да и прочитать то что уже текст целиком но может быть не не в той последовательности в которой предполагалось ну вот реализация текста врезки в одном из моих электронных курсов которые были не моих а точнее а того что мы со своей командой сделали лет пять назад вот здесь врезка тезис врезка организована вот таким вот образом и более того в этом тезисе к ней еще подключен плагин для того чтобы поделиться причем можно поделиться именно этим тезисом не страницей как принято обычно делиться а именно этим тезисом и именно этот тезис в социальных сетях всплывает и позволяет его обсуждать уже сам тезис не не страницу не курс а сам тезис потому что вот тезис тезисы это то самое главное тот изюм который в вашем электронном учебном контенте есть вот ну правда сейчас говорят что вот эти вот кнопочки они ничуть не увеличивают очень очень мало увеличивает мало народа на них нажимает обычно люди просто сами копируют текст каким-то образом да ну ну вот тогда мы считали что это вот так вот хорошо будет сопроводить тезисы еще и вот такими вот социальными кнопочками так что то я по этому поводу еще хотел сказать а да конечно это вот что касается каких-то кнопочек то это работает в том случае если ваш учебный контент не запрятан где-то глубоко в системе дистанционного обучения а нормально адресуем то есть находится в свободном доступе в этом случае можно воспользоваться вот таким таким методом привлечения дополнительного внимания на ваш учебный контент вот но по своей структуре это такая же тезис вред врезка как вот здесь вот да просто здесь это чисто журналистские решения да вот это это решение электронных СМИ это решение больше для стандартной газеты или журнала подходит ну а это вот было в электронном курсе ну правда сейчас средства в верстке электронной верстке позволяет это красиво делать и в электронном курсе тоже но структура текстов электронного учебного материала может быть совсем и нелинейные вообще то есть если мы в предыдущих слайдах все таки предполагали что структура какая-то традиционная более-менее да курс состоит из тем темы состоят из глав или темы состоят уже вот из конкретного материала то на самом деле это не всегда так и не обязательно так учебный материал может строиться по принципу графа и этот граф не обязательно может быть ветвистым то есть в виде иерархической структуры но может содержать в себе и более сложные какие-то элементы вот пример таких вот структур вот такие курсы мы тоже создавали там лет пять назад пример такого учебного материала другой это академия хана там весь материал по математике располагается в виде такого большого графа и хождение по этому графу от сверху вниз и является обучением да при этом для чего этот граф создан для того чтобы понять какие элементы можно изучать вслед за какими а тут речь идет о том что какие-то главы или темы они зависимы от предыдущих а какие-то независимы от предыдущих соответственно в какой-то момент можно пойти либо направо либо налево изучить одну часть математики другую часть математики они друг с другом не никак не пересекаются и в какой-то момент надо изучить и то и другое потому что дальше уже идти нельзя и вот именно вот эти вот связи он этот граф и показывает ну вообще говоря не только поэтому можно заниматься вот такими вот смысловыми графами в обучении не только потому что это графы переходов но и просто для для того чтобы уложить знания в какую-то структуру более соответствующую ее смыслу чем простое оглавление потому что ну многие темы если брать даже вот двучастную систему курс тема то многие темы связаны друг с другом гораздо сильнее чем чем другие вот там например пятая седьмая и двенадцатая тема они глубоко друг с другом связаны это видно и по терминологии и по многим причинам вот а остальные они связаны меньше с этими темами вот это тоже можно показать в такой вот карте знаний причем такая карта знаний может быть полезна для преподавателя и автора даже в том случае если в конце концов он ее не сделает частью своего курса а вот на подготовительном этапе когда надо накидать весь контент своего курса и можно вот создать такую карту знаний и при помощи нее уложить в голове то как вы будете строить собственно ваше повествование да вот потом это повествование вы можете переложить снова в последовательный привычный последовательный путь но по крайней мере тогда этот последовательный путь может уложиться в лучшую структуру то есть он сама последовательность может у вас поменяться в связи с тем что вы поймете что с чем связано сильнее вот но я к сожалению забыл здесь написать каким инструментом я пользовался этот инструмент называется poplight.com сейчас я попытаюсь просто руками написать так вот этот сервис давайте я напишу сюда мне он очень нравится вообще говоря огромное количество сервисов которые работают с графами но этот мне нравится тем что в нем можно строить графы произвольные не только иерархические но и другие так пойдем дальше мы уже начинаем немножко от графика отставать вот тут огромный такой материал вот все пришлось его ограничить на самом деле очень много чего хотела сказать это текст в нетекстовом контенте когда в нетекстовых медиа появляются элементы текста давайте несколько вариантов рассмотрим ну не пробовал можно да попробую посмотреть может быть есть что такое RupaPlate ну первое это первый не текстовый чисто не текстовый материал это видеоролики и часто презентации по которым эти видеоролики готовятся вот тут много что есть сказать первое конечно просто по поводу того какие презентации хорошие какие плохие тысяча материалов есть в сети по этому поводу кратко просто скажу презентация это не самодостаточный учебный материал если вы изготовляете презентацию как материал который потом раздаете студентам чтобы они прочитали то это неправильно презентация это всегда недостаточный материал который предполагает кроме того что изображено то что вы скажете то что вы презентуете вместе с этой презентации да поэтому собственно и подготовка презентации она должна происходить совсем не так как вы пишете учебник или даже создаете электронный курс вы формулируете краткие тезисы помещаете эти тезисы на слайды этих тезисов не должно быть много на одном слайде лучше если это будет один-два тезиса обязательно помещаете какую-то иллюстрацию даже возможно не юмористическую или какую-то подходящую по настроению просто потому что за эту иллюстрацию цепляется глаз ну и прямые тексты предложениями как правило вообще на презентацию не помещаются а вот вот кстати такие как вот здесь лучше всего конечно просто писать отдельными тезисами ну вот один из хороших материалов я здесь привел 10 ошибок статья при презентации проекта там об этом много говорится опять же когда вы готовите материалы для видеоролика то имейте ввиду что презентация в конце концов станет видеороликом на котором будет важна не только графическая часть но и звуковое сопровождение вот и поэтому рассчитывайте на это когда готовите текстовую часть для презентации имейте ввиду что есть еще какая-то другая текстовая часть которую вы либо пишите либо подразумеваете эти тезисы которые у вас на презентации они служат для того чтобы напомнить вам вот эту вторую текстовую часть которую вы голосом потом расскажите собственно про голос будет чуть-чуть попозже ну и следующее это уже собственно из презентации по видео о том что видеоролик должен быть лаконичным ну вот по измерению курсера наиболее оптимальным видеороликом учебным видеороликом является видеоролик 4-7 минут размером то есть другими словами нам надо уметь бить наш контент на вот такие мелкие части а для этого надо уметь и соответствующий текст бить так же хорошо да не растекаться мысль по древу а все конкретно и интенсивно излагать вот здесь собственно это говорю именно применительно к тексту а не к роликам про ролики много можно чего говорить разные виды виды роликов позволяют делать разные длительности например там анимация это 1-2 минуты типовое значение там некоторые вещи могут быть длиннее 4-7 минут ну это это уже особый разговор здесь мы говорим все-таки о текстах да и так что надо им просто иметь ввиду что тексты соответственно должны тоже корректироваться ну и последнее это вот да тут примерно то же самое сказано что есть если у вас есть готовые шаблоны для презентаций учебных презентаций используйте их лучше и ну про тезис я уже сказал тезисы короткие иллюстрации крупные и контрастные вот ну и вот тут есть ссылочка на материал который был подготовлен центром и ленинг простые советы для красивых презентаций там всего пару десятков или даже меньше слайдов вы достаточно быстро посмотрите и это будет полезно достаточно ну как какие еще текстовые включения могут быть видеоматериалы ну во-первых это титры да когда вы готовите учебное видео то подготовка подготовка титров это сильно улучшит ваше качество вашего материала тут есть много причин по которым одна из причин это вот очень современная причина о том что да что сейчас в интернете стало столько видео что часто у людей по умолчанию спикеры выключены колонки выключены вот у меня например именно так у меня звук направляется сразу на наушники а наушники висят над компьютером вот поэтому я это происходит потому что у нас просто сейчас много роликов запускается без нашего ведома автоматически как в соцсетях так и в новостейных там сетях и так далее вот поэтому сейчас стало ну не скажу что модным а достаточно эффективный путь это помещать краткие тезисы в виде титров на тот же ролик который идет и с озвучкой да ну я уж не говорю о том что это вообще один из видов учебного видео когда нет озвучки голосом а есть только вот такие вот краткие тезисы текстовые которые появляются на фоне какой-то музыки так про про накрутку зарплате не понял вот игорь если можете расшифровать то что вы здесь написали а да ну это я взял просто первый попавшийся вот короче говоря тезисы они титры они важны вот еще и с этой страны потому что их увидят даже те кто не захочет слушать ваш ролик это достаточно важно особенно если у вас какой-то открытый курс и вы его в том числе и в ютюбе позиционируете а ну титры важны еще и по другой причине потому что титры помещенные например на ютюб или вимио они позволяют улучшить поисковое продвижение видеоролика а также являются элементами интерактивности вот например как здесь а вот это ролик с канала youtube help замечательный канал на котором сначала они пытались помещать ролики переведенные полностью на все языки в конце концов они отошли от этой от этой практики стали помещать исходные ролики на английском языке но с огромным количеством титров на разных языках на 20-30 разных языках вот например титр на русском титры на русском языке и тут я хотел бы два тезиса да защитить защитить первое это то что вот мы всегда в ютюбе можем показать текст видео и это интерактивный текст если у вас есть титры то вы можете просто щелкать по любому из пунктов и ролик перейдет именно в это место это очень удобно а второй то что такие вот титры это хороший путь к многоязычности если вы сделали титры на одном языке то уже вам достаточно перевести эти титры на другой язык их очень просто потом вставить под тем же таймингом в тот же самый ютюб и у вас получится тот же самый курс уже и на другом языке это достаточно простой путь к многоязычию в роликах в том числе в учебных роликах да ну и вот есть краткий ролик опять же с youtube help youtube help канала который говорит о том как добавить титры на youtube это достаточно просто есть иные способы интеграции текста в ролик ну вот например я такой вот использовал в своем промо ролике одного из своих курсов вот такой вот так называемый аннотации в youtube или hotspot горячие точки в которых можно вот здесь вот нажать вот сюда да на это желтое поле и перейти туда куда вам необходимо есть там наверное и некоторые трудности не на всякий сайт можно перейти там ну это уже нюансы на самом деле конечно вот такие вот горячие точки можно делать не только в ютубе но и в других средах да ну вот я просто на примере ютуба проще всего показывать в ютубе это странно перевели это аннотации да но на русском языке слово аннотация имеет более широкий смысл но вот если именно в ютубе будете это делать называется это так еще один способ интеграции текста в видео это создание интро или видеозаставок вот видеозаставки ну вот немножко смешно я написал что видеозаставка придает видеоролику профессиональный вид конечно профессиональный вид одной видеозаставкой не не добыть но когда у вас хорошая видеозаставка это уже говорит о том что вот как-то человек позаботился о том чтобы ролик был красивый с самого начала но видимо и внутри он тоже стоит того чтобы его посмотреть ну вот для нас для авторов электронного контента которые работают не в большой команде в которой есть и видеорежиссер и тот и и такое компетенции и и сякая важно понять а можем ли мы это сами сделать ну такой путь тоже есть упрощенный правда достаточно путь вообще типовой путь это изготовление видеозаставок в ну более менее сложных программах видеомонтажа есть встроенные видеозаставки прямо в эти программы и там можно это это делать ну например в sony vegas программе но есть более простой путь это путь вот такой вот есть несколько сервисов мой любимый из них называется фликспресс в которой есть бесплатные планы там шесть семь восемь видов заставок можно можно сделать они достаточно красивые ну вот одну из них я сейчас вам покажу немножко правда затянутая на 26 секунд обычно за заставочку делают секунд 10 12 а то и 5 ну там разные есть да коллеги запись будет на том самом канале который я вам дал в самом начале ну вот примерно такого рода заставки там есть и более продвинутые виды заставок ну можно посмотреть этот сервис можно буквально освоить за несколько часов он совсем несложный и самое главное что ничего не надо никакой сложной программы осваивать все все сами все можно самим сделать ну и вот в качестве примера более а нет до этого есть еще некоторые сервисы такие очень специализированные да по популярным темам не знаю насколько это подходит к учебному именно видео но иногда может быть настроение можно делать вот вот такой вот например сервис который позволяет делать видеозаставочку в стиле звездных войн с тем же самым оформлением с звуковым рядом только со своим собственным текстом я думаю что по другим популярным темам тоже какие-то аналогичные сервисы есть поищите иногда это может быть полезным ну и такая вот глубокая интеграция текста в видеоряд я конечно вам по этому поводу никакого инструмента не дам это все ручками сделано ну вот если вы помните как построен фильм фильм Шерлок да там постоянно тексты тексты встроены в самую структуру видеоряда очень глубоко встроены и являются собственно одним из это вот многомедийный такой фильм в котором который мы потребляем сразу всеми всеми чувствами не только видеоряд как таковой да но и тексты которые постоянно появляются и подсказывают нам что-то вот это такая очень глубокая интеграция текста в видеоряд конечно при наличии инструмента это здорово было бы использовать и в учебном плане да вот ну в данном случае это просто пример того как текст вторгается в совершенно чуждую для него медиа и начинает на себя оттягивать внимание очень интересный пример следую следующий ну вот текст это Игорю отвечаю видео ряд из букв в каком-то смысле да но это все-таки несколько такая примитивная трактовка потому что изначально текст медиа с гораздо большей историей нежели любой видеоряд вот и и не только с большей историей но и с большей культурой да то есть дизайн шрифтовой дизайн это одна из самых сложных и продвинутых форм дизайна и тут видимо вот как бы конечно это внутри фильмы все становится видео рядом несомненно ну текст это все-таки особая вещь потому что вот такая вот же козявка в виде размером с текста но не являющийся текстом она такое внимание не привлечет как несколько букв вот потому что мы уже привыкли ну чтение в нас заложено мы уже знаем как это читать поэтому сразу это оттягивает внимание ну это да это мы уже ушли в такие дебри близкие к маклювину скорее а текст как звукоряд а давайте вот вернемся к тому мы вкратце говорили о том что ролик это два текста один текст который существует на экране а другой текст который вы произносите ну вот тот требование к тому тексту который вы произносите оно несколько иное чем к тому тексту который вы пишите вы пишите в учебнике пишите на слайде пишите где-то в другом месте вот так вот звук это особая вещь поэтому для звука вы пользуетесь либо просто разговорной речью то есть сочиняете прямо на ходу на основе каких-то тезисов либо вы пишете это но тогда вы пишете имейте ввиду что вы пишете не текст а вы пишете сценарий то есть вы пишете тот текст который вы потом будете произносить а текст который произносится пишется по другим законам это простой текст это текст который легко легко читается легко запоминается вот вот это надо всегда иметь ввиду и имейте ввиду что вот литературная письменная речь которую вы пытаетесь воспроизвести голосом если вы просто берете свой учебник и начинаете читать то ничего хуже этого быть не может это резко усложняет восприятие учебного видеоролика чувствуется чтение по бумажке и это никуда не годится таким образом вот когда вы пишете звукоряд вы должны либо от себя это делать в более дешевом варианте либо в более дорогом варианте сначала написать сценарий его выверить каким-то образом проверить лучше чтобы профессионал его тоже проверил потом выучить его и прочитать от себя как еще суметь прочитать так чтобы это было изнутри вас шло как текст который вы произносите прямо от зубов да да ну кроме того надо иметь в виду что тексты которые на в одном месте и в другом они не должны повторять друг друга они должны друг друга дополнять то есть вот есть тезис его вы дополняете звуком его вы как бы этот тезис как скелета вокруг этого скелета вы строите тело какое-то его обвязываете какими-то мясом каким-то да вот текст должен быть таким чтобы его можно было текст для звука должен быть таким чтобы его можно было произносить достаточно интенсивно вот тут исследование курсеры пятнадцатого года о том что интенсивный интенсивно озвученный видеоролик приводит к большему удержанию слушателей в ролике у нас форекс рост м динс форекс м м форекс м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, да, вот я опять забыл написать, что вот такие вот конструкции можно производить при помощи сервиса, который называется Taggle, например. Например, сейчас я его напишу. Сейчас, одну минутку. Ну, их несколько таких сервисов, но вот, на мой взгляд, один из самых адекватных – это вот этот вот. Еще один способ использовать интерактивно тексты – это тегирование. Ну, вот, к сожалению, нет инструмента, но вот покажу, насколько это интересно. Пример, правда, из продаж, а не из учебного контента. Вот, например, на сайте онлайн-продажи пиццы, вот рядом с каждым видом пиццы, есть вот такие вот теги «Стандартные ингредиенты». Их 5-6 стандартных ингредиентов. Нажав на каждое, вы можете отфильтровать все предложения на сайте по наличию этого удобного фильтра и очень удобного. Потому что, если вы все свои мелкие тезисы или темы, ну, для тем будет, может быть, достаточно крупно, снабдите их вот такими вот тегами, при помощи которых можно фильтровать, то, например, было бы очень интересно, если бы ваш слушатель мог отфильтровать все, допустим, тезисы вашего курса по определенному тегу. Я оставил бы, допустим, из 150 тезисов вашего курса, оставил бы 5, которые посвящены только тому вопросу, который в данном случае его интересует. Ну, и давайте подумаем, что еще можно передать через текст. Вообще, говоря о том, что такое текст и насколько он многогранен, я всегда применяю вот эту вот собственноручно сделанную фотографию в своем дворе. Да, вот, наверное, еще лет 15 назад такая надпись на трансформаторной будке была бы невозможна. Но люди уже себя очень глубоко ассоциируют с текстами, поэтому вот пишут такие вот странные предложения. Это говорит о том, что современный человек, который много присутствует в интернете, много присутствует в социальных сетях, он себя уже во многом ассоциирует с теми текстами, которые он пишет. И вот эту особенность тоже можно и нужно использовать. Я хочу вам привести пример из более ранней, где-то 20-летней давности. Помните, был такой очень модный, модная книжка Милорада Павича «Хазарский словарь». Может быть, кто-то из вас читал. Вот, ну вообще, Павич очень серьезно экспериментировал с текстами в разных аспектах. И вот один из его экспериментов был такой. Книжка, напомню, о том, как хазары выбирали себе религию. Между разными, между тремя вариантами христианством, иудаизмом и исламом. Вот, и в этой книжке все персонажи помечены значками. Там, соответственно, значком в виде крестика. Не знаю, насколько хорошо вам видно. В виде крестика, в виде шестиконечной звезды, и в виде треугольничка перевернутого. Вот, и в виде полумесяца. Таким образом, в тот самый момент, когда вы читаете, вы получаете дополнительную информацию о сути этого персонажа. Вот, это такой вот эффект микроиконок. Он используется не только... Ну, в данном случае он был использован не в электронном виде, а в самой книжке напечатанной. Ну, его можно использовать, конечно, и в электронном виде. Вот, например, мы делали в свое время такие вот курсы, и вставляли прямо в текст вот такие вот микроиконки, которые позволяли переходить к указателям разных типов. К указателям... Забыл слово. К персональным указателям, к указателям тезисов, к указателям географических названий и так далее, и так далее. Выглядело это примерно так. Вот здесь вот иконочки, которые позволяют перейти внутрь на разные главы внутреннего курса. Ну, потом мы решили, а зачем же оставаться внутри одного курса, когда мы можем... Если мы уже имеем какую-то смысловую единицу, почему бы не перейти, например, к Википедии по этому же самому слову, к Google-портретам по этому же самому слову, или не поискать по всей совокупности наших курсов, а их было почти 200, с тем, чтобы найти включение этого же слова в других курсах. И, в общем, получается такая очень многосвязная система. То есть вы прямо, не уходя из курса, можете получить... Ну, вот здесь все, что связано с Бисмарком, да, можете получить его... по статью, соответствующую в Википедии, ну, или много где еще. Вот у меня в свое время был по этому поводу отдельный вебинар. Ну, сейчас вот только вкратце вот так вот скажу. Вот. Но суть вот этих вот микроиконок, она, по сути дела, тоже текстовая. Потому что эти микроиконки являются скорее символами, нежели иконками в прямом смысле. Они заверстаны ровно вровень со строкой, они не мешают чтению, и воспринимаются именно как элементы текста, а не как отдельные изображения. То есть это ни в коем случае не иллюстрации, а как бы такие же элементы текста, хотя и являются элементами интерфейса одновременно. Вот. Вот такое решение, оно тоже позволяет сильно усилить структуру вашего электронного контента при помощи дополнительных переходов и многосвязности. Да, ну и почему бы не использовать какие-то или иные элементы, да? В общем-то, текст можно, элементами текста можно как-то играть. Ну вот одно из моих предложений, это, например, в научном тексте можно было бы жирностью отмечать авторов с разным индексом цитирования, да? Например, авторов с индексом цитирования выше определенного уровня делать более жирным шрифтом, с тем, чтобы понимать, какие ссылки более важные, а какие менее важные. Ну и играя с различными элементами текста, таким образом можно придумать очень-очень много, то есть передавать различные смыслы. Вот у меня был такой пример, что, например, что в учебнике химии, например, можно было бы различным цветом шрифта отмечать элементы с различными свойствами. Например, галогены синим цветом, металлы красным цветом, еще каким-то зеленым цветом, например, инертные газы и так далее. И в результате мы, не говоря напрямую о том словами каждый раз, не повторяя каждый раз, что хлор — это галоген, а фером — это железо, это металл, каждый раз будем видим, и ученик, когда будет это читать, он будет каждый раз глазом цепляться за это и в конце концов это запомнит, даже несмотря на то, что мы это тысячи раз не повторили, как это сейчас делается в учебниках. Вот таким вот образом, играя различными элементами текста в соответствии с какими-то дополнительными смыслами, можно еще передать очень много важного в учебных текстах. Ну вот так, немножко получилось у меня, наверное, мелкокрабчато, как говорится, то есть каждую из этих подтем, наверное, можно было еще серьезно расширить. Ну вот на этом в основном закончен наш сегодняшний вебинар. Я хотел бы вам представить свой курс, который не совсем будет по этой теме, но аналогичный. Курс называется «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Сейчас я вам дам ссылочку на него. Почему-то я эту ссылочку сразу вам не дал, забыл. Сейчас. Вот страница моего курса. Можете ознакомиться с его содержанием. Курс проводится в третий раз уже, нет, даже в четвертый, наверное, раз. Да, он существенно дополнен в последней своей редакции. 72 часа условных таких, это онлайн-курс, 15 тем, 10 вебинаров будет, большое количество примеров. Индивидуальная работа в группе в Фейсбуке, в которой мы обсуждаем домашние задания. Ну, в общем, все, как всегда, на моих курсах. Не хочу на этом очень сильно внимание ваше заострять. Просто сказал, потому что уже скоро он начинается. Вот. Ну, коллеги, на этом все. Сегодня, если есть, где можно посмотреть презентацию первого вебинара? Можно посмотреть видео вебинара. И сейчас давайте я прямо вам ее дам. Это видео. Вот оно. Нашел я его у себя. Сейчас я вам ссылочку дам. Первая часть была, надеюсь, тоже интересна. Она была посвящена целиком. Игорь, спасибо, да. Спасибо за вашу... Такую рекламу. Вот. Значит, по вот этой вот ссылочке первую часть можете посмотреть. Она была посвящена целиком вопросам электронной типографики. Все написано на вот этой вот, на вот этой страничке. Она исчерпывающая. Но, в крайнем случае, если что-то не поймете, то вот можете сразу мне на почту. Либо задружиться со мной в фейсбуке и там в чате поговорим. Вот, я надеюсь, что вот, да, вот, по крайней мере, не знаю, насколько я довел до вас вот ту философию, которую мне хотелось до вас довести. Но я думаю, что хотя бы в части инструментарии этот курс, этот сегодняшний вебинар для вас мог бы быть полезен. Ну что ж, коллеги, если вопросов у вас нет, давайте тогда будем прощаться. Я в рамках вебинаров Директ Медиа еще не раз буду с вами общаться. Примерно раз в неделю я буду выходить на связь. Так что смотрите наши рассылочки и в моем, я, как правило, буду говорить об этом в моем аккаунте в фейсбуке. Приходите на мои вебинары, надеюсь, вам будет интересно. Я, как всегда, ухожу. Еще остаюсь минут на пять в чате, если будут вопросы, отвечу. Всего доброго, приходите ко мне. Продолжение следует...